Причины помех для спутникового сигнала. Материал подготовлен компанией Geometer. Плотная грозовая облачность, мокрый снег, интенсивные осадки – все это может ослабить спутниковый сигнал при его прохождении через атмосферу, а также создать задержку распространения сигнала во времени. В таких случаях следует подключить навигационную систему и при неудовлетворительном качестве спутникового сигнала следует повторить попытку примерно через 20-30 минут. Высокие здания, находящиеся поблизости, могут препятствовать прохождению спутникового сигнала или переотражать его. Также может влиять густая посадка деревьев, которая закрывает часть неба GPS-приемнику. Это может негативно сказаться на качестве этого сигнала. Постарайтесь использовать навигационную систему вдали от высоких зданий и густых посадок деревьев. Линии электропередач создают мощное электромагнитное поле. Такое поле создаёт помехи для навигационного приемника. Постарайтесь использовать навигационную систему вдали от источников электромагнитного излучения. Находящиеся поблизости с приемником крупные металлические предметы могут переотражать радиосигнал со спутников. Качество сигнала может уходшиться. Постарайтесь закрепить приемник или антенну так, чтобы они находились на самой верхней точке подвижной техники. Есть такое устройство FM-трансмиттер или FM-передатчик. Оно служит для того, чтобы через питание прикуривателя по определенной радиоволне передавать в магнитолу музыкальные файлы. Такое устройство значительно ухудшает качество спутникового сигнала для GPS-приемника. Использование таких устройств вместе с навигацией не рекомендуется. Есть и другие причины ухудшения спутниковой связи, когда вроде и небо ясное, деревьев и зданий рядом нет, и линии электропередач далеко, но спутников все равно мало или сигнал некачественный. Давайте рассмотрим эти случаи. Оптимальным вариантом измерения считается соотношение расстояния от приемника до четырех спутников одновременно. Для создания подобных условий в любой точке земного шара по орбите Земли кружит 28 спутников. Спутники равномерно распределены по орбите на разных высотах. Для высокой точности измерений необходимо, чтобы спутники, находясь в пределах видимости прибора, были разнесены на максимально возможное расстояние. Если же все четыре спутника будут расположены, к примеру, только на юго-востоке относительно прибора, то точность определения будет неудовлетворительной. Приборы компании Geometer всегда отображают качество сигнала показателем HDOP. Если этот показатель выше, чем 1,3, то лучше подождать некоторое время, пока он не опустится до единицы. Бывает такое, что воспользовались навигационным прибором здесь, а через день уехали с ним за несколько сотен километров. Так вот, при следующем включении прибор может дольше определять свое местоположение. Это связано с тем, что прибор запомнил данные о своем последнем местоположении и о положении спутников. А на новом месте информация значительно изменилась. В таком случае прибору потребуется чуть больше времени, чем обычно, для того, чтобы загрузить новые данные о положении спутников. Это может занять до 20 или 30 минут. Спасибо вам за внимание, ставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на наши обновления, если вам это было интересно. Спасибо.